Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, Андрей Стрягуль, это White Gold SPB, и сегодня мы действительно планируем прервать череду поражений, и Андрей, 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 как бы предложил отличную тактику, по его мнению, которая позволит нам победить, и знаете, звучит очень убедительно, вот, ну, да, да, короче, по этой тактике Андрей кидает купол, Куру, купи быстрее, куру купи быстрее, то другая саппарта купит быстрее, я не понимаю как, на какую кнопку, на какую кнопку, я нажал, предмет отсутствует в лавке, да какой грязь, у меня unusual golden baby roshan, вы чё, какой грязь, нет, чувак, я куплю себе, ребят, чтобы вы понимали, я оставил все надежд, я все равно его куплю, понимаешь, Я все равно его куплю. Жизнь, она такая. Все равно куплю его. Вот. О чем мы хотели поговорить-то сегодня? О кубке раков. Нет, я до этого что-то... Мы включали, я такое что-то... О том, что я взял вайда от ивич-доктора и... Да, да, да. И понимаете, вот проблема с такими планами, это то, что они всегда звучат идеально на словах. Но на деле, как бы, все оказывается печально. С тем же успехом мы бы с Андреем могли распланировать, как мы надаем по жопе, как он Федору Емельяненко. Типа, ты его отвлекаешь, я, типа, выбегаю, мы нападаем, ты прыгаешь со спины. Но на деле так не получится, Андрей. Ты понимаешь, что сегодня мы не увидим ни один вард под твой купол? Я понимаю, Юр, я просто, ну, типа, я предлагаю какой-то план, а это уже твое дело согласиться с ним. Нет, это очень круто, я согласен с твоим планом, но как ты думаешь, вот вообще, у нас хоть раз так получится? Идеальный вариант, когда ты накрыл всех куполом, я поставил... Ну смотри, Юр, когда играют другие люди на вич-докторе, а я на вайде, у нас этот план получается. Нет, это ты все гонишь. Ты как тёлке о своём оргазме говоришь, это просто несерьёзно. Все же знают, что если тёлка не может с вами кончить, то это только её вина, да? Или... У кого-то ещё есть предубеждения по этому поводу. Ты не хочешь мне помочь? Я бегу. Подожди. Против нас Хускар и Андай, нам, кстати, будет очень больно. Да, не, нормально. Минутки через две, я думаю, мы отдадим ФБ. Нет, это ерунда, мы все. Бей. Бью. Вот, бью. Всё, назад, назад. Да ладно, ну чувак. Всё, отходим, отходим, отходим. Он качал тамбу на первом уровне, он лох. Нет, он не лох, тамба сейчас очень сильная. Её ещё усилили? То есть у кого-то были проблемы с тамбой, да? Нет, не то, чтобы усилили, она была сильная и осталась сильной, Юр. Харась, харась, харась. Вот ж последняя вещь, которую я бы стал усилять. Нет, её не усилят, Юра, я просто, ну, типа, не нерфит. И это уже усиление, знаешь. Типа, в какой-то мере. Столько всего полезного было понерфлено. Мы же хотели про Кубок Раков чё-то. Да, я начал говорить, но ты меня перебил. Ну ладно, давай, бухти про то, как... Кубок Раков, мы наконец-то, ну, как бы, как наконец-то? Просто я начал организовывать Кубок Раков, Ани Хованский. Теперь у нас есть групповой этап. 8 групп по 8 команд. Каждая команда сыграет как минимум 7 матчей. Что значит ты, Ани Хованский? Я был отличным организатором. Я мог быть... Я видел в GTA... Система Best of One на вылет вплоть до полуфиналов. А чё, подожди, Маледикт или... То есть, нет, не Маледикт, а... Поменяли Хилку у Вич-Доктора? Нет, не меняли. Нет, как это? Она теперь, типа, ну, включается и... Может, год назад меняли, там, или полтора года назад, я не знаю. Давненько я не играл на... В ближайшее время не меняют. Ну, блин, чувак, это просто... А с этим 3 патча точно ничего не... Так я её просто включаю, и она вокруг меня включает Хилл. Всё, я... Как я и говорил, примерно минутки через 2... Ну... Видишь, Андрей, понимаешь, ты создаёшь вселенную своими негативными эманациями. Вот в чём дело, как бы. Ты... Ты просто... Ты хотел того, чтобы тебя забрали, и тебя забрали. Да. Нужно верить в лучшее. Нужно всегда представлять, что ты, типа, уже победил. Так вот, групповое... Как общаешься с сучкой... Общаешься с сучкой, ты уже должен представлять, что ты её трахаешь. Засовывать ей свои пальцы куда-то, типа... Это кто говорил, КамАЗ? Двигать тазом, как будто твой член уже в ней. Нет, это не КамАЗ говорил. Кто это говорил? Мастер пикапа. А, мастер пикапа, точно. Я недавно, кстати, уморительное видео смотрел, где чуваки учат, как играть в мафии, пикапить тёлок. Вот это действительно смешно. В мафии? Да-да-да, типа, как пикапить тёлок в мафии. Типа, очень смешно. Ну, там, те, кто смотрели мои стримы, они видели, конечно... Ну, понимаешь, не, это всё шляпа, так же, как и было видео у какого-то чувака, типа, здесь, как он тёлок в скайпе пикапит. Это всё постановка, понимаешь? Потому что ни один, как бы это сказать, ютубер, видеоблогер не будет выкладывать, как он пикапит тёлку, потому что, если у него получилось пикапнуть, то он, как правило, просто трахнет эту тёлку и будет вообще счастлив, типа... И не будет записывать никакие видео. Да-да-да-да-да, просто если, как бы... А как же ультруисты, которые хотят поделиться... А если ему не дадут, что, скорее всего, то он просто... Зачем такое выкладывать? Зачем кто-то будет смотреть, как кому-то не дают? Типа, это достаточно реалистичная штука и так. В принципе, да. Типа, людям не дают каждый день. Вообще, вот, по всей стране, по всему миру. Просто, вот это проблема, с которой я бы реально боролся. То есть, спит, он не везде происходит. А вот проблема того, что тёлки не дают, она, типа, вообще повсеместная. Блин, не то. Не, разъщем, мы ледик, мы же не собирались их убивать. Ну, можно их подамажить, чтобы они ещё больше подамажились. Типа, моледикт работает только перед тем, ну, типа, его надо кидать, когда мы прям влетаем. Получи мою тёщу щи варить. Ладно. Ну, вы, наверное, хохлы реально умеете щи варить. Типа, борщи. Это ваша сильная сторона супы с повышенной плотностью и содержанием мяса. Типа, навык, который не будет бесполезным в любой ситуации, да? Ну, не в любой, я бы сказал, что, типа, знаешь, существует определённое количество ситуаций, типа, вегетарианская вечеринка, где... Ну, подожди, можно же сварить пост на ищу. Да, но, типа, ты всё равно туда сало добавишь, а... Почему? Не обязательно, но вообще не должны класться сало, по-моему. Что? Что? Это украинец мне говорит? Везде должно класться сало. У меня есть друг, который, вот, всё, даже куриный суп или это ест, всегда заказывает себе сало. И берёт какие-нибудь ржаные такие бутерброды и заедает салом всё, что угодно. А он, Андрей, даже не украинец. Может быть, в этом и проблема? Типа, немцы, кстати, едят сало гораздо больше, чем украинцы. Это по какой такой статистике? Гестапо? Во время Голдамора? Сомневаюсь, что гестапо ввело какую-то статистику по поеданию сала. Мне кажется, у них была другая немного работа. Я не знаю, что ты, Юр, слышал о гестапо, возможно, ты о нём узнавал из порнофильмов, но... Мне, кстати, всегда нравилось гестапо из порнофильмов, нормальные ребята. Не то, что настоящее гестапо, а такое. Они же никого не убивали вообще, ну, реально, в порнофильмах. Смотри, всё, мы фидим второй раз. Ты фидишь. Ну, я фиджу, ты меня не можешь спасти, потому что... Потому что у чувака включена жажда крови. Ты мог бы меня попробовать спасти, но ты, типа, тоже фидишь, так что... Не-не-не, у него была включена жажда крови. Обратим внимание, как бы, гестапо из порнофильмов такие вполне порядочные ребята. Максимум, они тебя трахают. Это, типа... Всё, если бы... Если бы на войне так было, вообще, типа, не было бы погибших, не было бы этого... Прикинь, просто вот тебя ловят, например, немцы, они тебя не пытают, не... Подожди, гестапо в порнофильмах ведь пытают, они используют всякие плётки, все эти... Ой, это ерунда! Это не настоящие пытки, это всё... Вот попробуй... Меня, кстати, тема отвлечённая, но меня всегда напрягала. Попробуй найти, вот, именно в порнофильмах, где белые хлещут нигершу. Ну, или там как-нибудь, типа, пытают, или это... Ни одного фильма! Ни одного фильма! Долбанная политкорректность вообще! Нет, есть, типа, где куча чёрных хлещет какую-нибудь белую блондинку, и понятно, да? Здесь, как бы, нет ничего. Не толком, вот, единственная такая порнушная тёлка, которая реально снимается в БДСМ, это Мария Луф или Лав, как-то так. Ну, там такая негритоска с некрасивыми зубами, но... Фишка в том, что... Идти под башню. Они просто не снимают, типа... Нет нормальных фильмов про то, как белые пытают негритянку. Только наоборот. Типа, потому что, видимо, им так стыдно за рабство, что... Ну, типа... Они не могут себе это позволить даже сейчас. Поэтому не помню, о чём мы говорили, но я крайне возмущён. А гестапо? Да, да, та же штука из гестапо! Типа, это не настоящие пытки, это просто ерунда какая-то, то, что показано. Смотри, у меня скоро будет купол. У тебя скоро будет тут? Не скоро. Это, знаешь, гестапо в порнофильмах, оно как 50 оттенков... 50 оттенков серого. Ай-яй-яй. Ну, Маледикт его убьёт наверняка. Не убил! Не убил! Не убил Маледикт! А-а-а-а... Вот. Типа, как 50 оттенков серого. Я ж был поражён. В фильме нет BDSM. Вообще нет. Не то, что его мало или его вообще нет. Это просто какие-то детские игрища. Это не BDSM. Лиз, сейчас переправдываешься, я не могу понять. Ты правда хотел, чтобы тебе в кинотеатре показывали BDSM? А-а-а, не знаю! Да, чувак, даже в В, значит, вендетта больше BDSM, чем в 50 оттенков серого. Серьёзно, и вот там вообще нет, на него нет даже намёка. Просто, если меня вдруг... У меня 9% сейчас женщин, это число снижается с каждым годом, подписчиц. Когда-то у меня их было 14%, сейчас 9%. В прошлом году было 12%. Но с ними происходит. Но всё же, просто, подожди, тёлочки, серьёзно. Просто, если вас шлёпают по попе, это не BDSM! Это не извращение! Это, если парень говорит, типа, о, у меня есть странности, я люблю, типа, пришлёпнуть попец, когда трогаю. Нет, это BDSM, это когда вы тушите сигарету об сосок. Или что-то такое. Вот про что должен быть фильм. Про чувака со странностями. И про тёлку, которой реально приходится терпеть, ну, всякую жёсткую тему, знаешь, ну... Есть? Давай, 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 Юр, варт, варт. Так нет у меня ульта, да? Я понял. Типа, типа, а в фильме они просто трахаются и, типа, там нет BDSM-а, никакого! Хуй, ладно, ты больше побегай, ты биться! Хе-хе-хе-хе. Больше побегай, Андрей. У тебя первый скилл не бьёт, но если ты прыгаешь, у тебя не бьёт, то есть сикера. Понял? У тебя не бьёт первый скилл, Андрей, если есть сикера. Окей. Буду знать. Ты знаешь, с чем, мне кажется, вот связан этот феномен людей, которые всем советуют? Они слишком хороши, чтобы играть за своего героя. Ну, они... Их навык настолько велик, что они не только играют за своего, они, типа, ещё и... Они бы как, знаешь, такие гроссмейстеры, которые 12 одновременных партий в шахматы играют. Я, к слову, что хочу тебе сказать. Счёт 2-14, и играть такие игры гораздо проще, если ты заранее, как бы, подготавливаешься к тому, что сейчас сольёшь. Не знаю, вот как у тебя, но ты, типа... Это знаешь, как если тёлка бы выходила из дома и каждый день настраивалась она на то, что её изнасилуют? Конечно! Конечно! С таким настроем проще пережить изнасилование. Нет, если тёлка постоянно идёт мимо, как бы, гаражей, где её насиловали перед этим, там, 180 раз, и она идёт туда снова в 181-й, и её там насилуют... Ты понимаешь, Андрей, я вообще... Я считаю, всё в порядке. Андрей, я вообще не думаю, что существуют женщины, которых два раза изнасиловали в одном месте. Я, вот скажу честно, я не сильно разбираюсь в женской душе. От меня постоянно уходят женщины, потому что не могут терпеть. Но я тебе что скажу. Если бы меня, Андрея, изнасиловали в продуктовом магазине около моего дома, я бы, блядь, в него не вернулся. Вот... Нас с тобой, Юр. Я тебе серьёзно говорю! Нас с тобой, Юр. Никогда! Каждый раз мы возвращаемся. Нет, я бы просто... Это не то же самое... Ты понимаешь, Карл? Нет. Насилуют, Карл. Нас каждый раз насилуют в доте, и мы возвращаемся. Я просто... А теперь ты мне рассказываешь, что не вернулся бы в продуктовый. Серьёзно? Ну, видимо, правда в том, что я вернулся. Я бы терпел неделю, две, знаешь, типа, но потом мне стало бы... Мне стало бы лень ходить. Не, у меня лента есть, но до неё так далеко идти просто. И в какой-то момент мне стало бы просто лень ходить в ленту. И я такой, ну ладно, типа, пришло время. И самое смешное, что меня опять бы там изнасиловали. В тот же день. В первый, как только я вернулся. И вот это будет точное сравнение с дотой. Как-то... Мы ходим сюда, чтобы нас насиловали. Да, и поэтому надо начинать игру с пониманием того, что мы, скорее всего, проиграем. Но, может быть, если команда врагов будет очень плохой, нам подвернётся удача, и мы выиграем. Вот как-то так. Ты знаешь, братан, вот так же мыслит сборная России по футболу. Ну, это, кстати, забавно. Вот я не хотел даже обсуждать эту тему, но... Это были самые насыщенные два дня. Больше... Вот любителей хоккея я никогда столько не видел. Просто, типа, ну, у меня есть друзья, которые реально увлекаются хоккеем, но их количество не увеличилось. Но в тот день, когда мы выиграли США, так много людей полюбили хоккей. Чувак, мне... В нынешней геополитической ситуации важна каждая победа на дальнейшем. Я бы хотел, чтобы... Нет, я бы хотел посмотреть, как было бы, если бы мы победили в чемпионате мира по кёрлингу или что-нибудь. То есть реально быдло бы пастило на стены, типа, мы лучше всех трем лёд и катаем. Но как только Канада нас дрючила, всё, внезапно, это были самые насыщенные гордостью пары дней за хоккей, которые были на протяжении последних, не знаю, месяцев пяти-шести, когда там последний раз выиграли. Просто за два дня все полюбили хоккей, и потом внезапно все его разлюбили. Всё пропали аватарки с нашей сборной и её участниками. Раньше вратаря ставили на авгу. О, кто теперь-то поставит вратаря на аватарочку? 6-1-то, да, как бы? Как тебе, кстати, эта история с тем, что, мол, они ушли, типа, с момента, когда флаг поднимали? Да, это ерунда, это всё, как бы, знаешь, такие... Нет, ну, забавно ищи, типа, то, что, как бы, там, 5 или 6 игроков, которые в НХЛ играют, они, как бы, не ушли, у них всё в порядке, они разобрались. А остальные просто не поняли друг друга, посмотрели и, типа, подумали, что надо в раздевалку идти. Напоминаю, друзья, продаю Golden Baby Рошана. У меня доверенный акк в Paypal'е, проверен со всеми лимитами, с новым маней, типа, можете купить этого сукиного сына. Даже есть трет на Dota 2 лаунжи, только вы платите первыми, потому что у меня уже секстиллион предложений, типа, я готов заплатить, типа, 20 тысяч баксов за твоего Рошана, но тебе добавится, друзья, проверенный миддлмен, он заберёт у тебя Рошана и потом, типа, тебе деньги начнёт. Что значит проверенный миддлмен? Это, это очень смешно, но такой термин только, знаешь, и все, короче, вот вам, друзья, жизненный совет, в этом White Gold SPB нет рекламы, поэтому, типа, он действительно жизненный. Если вам когда-то говорят, просто упоминают о том, что это надёжно, что что-то там проверено, типа, или что, ну, вас не кинут, это, скорее всего, означает, что вас кинут. Просто, понимаете, вообще, в местах, где люди нормально осуществляют бизнес, там никого не кидают. И там нет такого предпочтения, если вы приходите в парикмахерскую постричься, вам никто не говорит, типа, вас не обманут, не бойтесь, вас не заберут деньги и не оставят лысым, там. Это, как бы, само собой подразумевается. Как только вы видите какую-то штуку, типа, 100% проверено, скорее всего, вас наебут. Это, скорее всего, это не факт, конечно, но просто вы вообще часто в жизни встречаетесь с терминами, типа, бескидалово или, там, 100% гарантия. Просто, вот, когда вы выходите из дома, вы часто видите на шаверме, например, надпись, там, гарантия, что не кинут вас. В банке, например. Да, да, в банке. Висит на каком-то шбербанке надпись, типа, 100% вернем деньги. Не, это подразумевается, что вам вернут деньги. Это, блин, вот, поэтому, я не знаю, отличить какие-то сомнительные предложения от несомнительных, на мой взгляд, проще простого. Вот, например, несомнительное предложение. Друзья, вступайте в Кубок Раков. Кубок Раков, да. Да. Мы новый Кубок Раков организовываем. Пятый, уже открыта регистрация, ребят. Это маленький юбилей, но в этот раз мы решили сбавить. Все-таки, четвертый у нас был на 128 команд. Честно признаюсь, 128 команд очень сложно было организовывать. Типа. Ну, в итоге мы решили, что 64 это самое то, знаешь, как бы. Да, 64 оптимальный размер для Кубок Раков. Я опять умер, ты опять умер. Ну, это ерунда, это как бы мы уже понимаем. Да, мы просто заходим. Мы, на самом деле, даже не стараемся, ребят. Если бы мы старались, мы бы играли гораздо лучше. Да, я всегда поддерживаю в комментариях людей, которые пишут, что Хованский нарочно поддается, понимаешь? Мне нравится это. Мне... Мне... Я согласен на это. Вы знаете, вот, друзья, официально заявляю, я нарочно поддаюсь. Пусть я... Пусть меня лучше считают гнилым, как бы, утырком, который считает, что это смешно, вот так отдаваться, чем тем, кто я есть на самом деле. Человеком, который реально так отдается. Ха-ха-ха-ха. Просто, нет, если вы хотите думать, что так можно нарочно, да, мы делаем это нарочно. Это особое искусство. Я не знаю, и еще, кроме того, хочу заявить, я нарочно получил одно из MC, от Blackstar Mafia. Мог бы уложить всех этих говнюков одной правой. Просто у меня... Нет, на самом деле... Своеобразно! Это все пиар. Да, это все пиар. Это своеобразное чувство юмора, замешанное на пиаре. Вы, ребят, даже не представляете. Я-то видел все это, типа... Везде пиар, мы, да, мы кореша, на самом деле. Они это видео заснали, типа, а потом сидели, пиво пили, как ни в чем не бывало. Вы просто не поверите, ребят. Стримили, между прочим. Андрюха в Хохлендии видел этот стрим. Да, в интернете, по скайпу звонили, мне вебку включали. В интернете, ребят, все пиар. Кроме того, Серега, чувак, который в восьмом классе надавал мне люлей, когда я был в десятом, это тоже пиар, кстати, да. Я хочу официально заявить, тогда та драка в раздевалке на физкультуре являлась пиаром. Я, типа, проиграл просто потому, что один из, как бы, корешей снимал на Сименс М65, поэтому... Ты уже тогда предвидел свою родственскую карьеру, типа... Я тоже не проиграл. И вообще я никогда не проиграл. Ни в доте, ни в реальной жизни. Это все, типа, я показушничаю. Кстати, Юр, может быть... Я НЕ ПОБЕДИМ! Я, когда я играю в GTA и фейлю на миссиях, я делаю это нарочно, чтобы больше вставить рекламы. Когда я в Бэтмене и не могу попасть в лицо противника, я делаю это для того, чтобы вам было смешно. Юра, 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 Ульт! Чё, 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 чё! Ульт! Ульт! Убили меня, братан. Понятно. Ну, братан, это маледикт. Ой, то есть этот, типа, тампстоун. Я такой медленный, а он кидается на определенное расстояние. Я, короче, бежал с ним в замедленном темпе, как, знаешь, в фильмах такое, типа, слоу-мо. Да и не важно, можешь не объяснять. Я хотел спросить, а, типа, ну, окей, пиар, это всё понятно, а почему бы не сделать пиар? Кроме того, я жирный для... Я, подожди, я хочу заявить, что я ещё и растолстел для пиара. Это тоже... Вот было видео, где ты, типа, Емельяненко вызывал на дуэль, почему бы не сделать пиар, где ты, реально, там, Емельяненко укладываешь на ринге? Не, ну, понимаешь, не поймут. Емельяненко — национальная гордость, народ, как бы, верит в него. Он поднимает русскую нацию. А если я его, как бы, убью, ну, одним ударом, как ты понимаешь, я могу убивать людей одним ударом, то, типа, пропадёт национальная гордость, пропадёт герой. Ты смотрел Нолановского «Возвращение тёмного рыцаря»? Я тёмный рыцарь, понимаешь? Я должен, как бы, оставить Емельяненко... Я всегда считаю тебя пингвином. Не-не-не, пошёл в жопу. Я должен оставить Емельяненко белым рыцарем, как Харви Дента, несмотря на то, что, на самом деле... Причём, знаешь, не того пингвина, который был в старых фильмах... А просто пингвина из Мадагаскара, да? Нет, ну это тоже хороший вариант. Я имею в виду того пингвина, который вот в новой серии будет, вот где Джокер этот, короче, чувак педиковатый, как его, я уже забыл. Джаред Лето, во. Да, я боюсь даже представить, на самом деле, что там будет. Пингвинка, а не пингвином, возьмут Бибера. Меня, да, полагаю, твой правильный ответ. Зато, кстати, подожди, чувак, мы не пробовали наш классический вариант показать им нашего голден Бибера Ашена. Ну давай. Готовься писать, что они... Сделай бы его хотя бы флайм, чувак, апни, чтобы его не убили с самого удара. Хороши твои советы, Андрей, да поздноваты. Знаешь, после того, как Рэс, как Нойс внезапно влепил, мне люди сказали, ты вообще закрывайся-то. Спасибо, это легко, когда... Типа, я бы хотел, знаешь, чтобы тот человек, который пишет эти комментарии, что у Хованского нет реакции, он не успел, типа, поставить блок, вот в тот же момент, как он нажимает отправить, из монитора рука ударила его по ебалу. Прям вот в тот же, типа, он просто пишет и такой, типа, вот так-то Хованский. БААААА... А чё же ты, братан? Где твоя реакция? Закрывайся! Жизнь жестокая штука, всегда готовь, ёбаный пункт! Тем более, ребят, ну какой закрывайся, если всё было ради пиара? По мной я даже ударил практически. Это просто установка, он специально так отлетел, типа, на камеру. Театральное, мы заплатили СММ-агентству 200 тысяч за то, что они это придумали. И ещё Саше, реставратору, пришлось полмиллиона отвалить, чтобы он дал на версии провернуть. Мы Кубок Раков не прорекламировали, Андрей! Так сказали же все, паблик, vk.com, слэш, Кубок Раков, заходите, регистрируйтесь. Беспробела, беспробела. Беспробела, в групповой этап, потом плей-оу. А, подожди, нет, название... Будет сетка винеров, сетка лузеров, по два человека из каждой группы выходит в одну восьмую, ребят. Только подумайте, по два человека вы сможете сыграть. Я получил Folds of the Wandering! Да, новые штаны, потому что эти-то обосрал. Новые штаны! Ты знаешь, Андрей, когда последний раз у меня были новые штаны? Одиннадцать месяцев назад. Мои активные зрители могли заметить этот этап. В кои-то веки в роликах стало двое штанов, а не одни. Типа... Бичес, в общем, переходите по ссылочке в описании. Там будет ссылка на регистрацию в Кубке Раков. Ждем вас всех. Ставьте лайки, если вам нравится White Gold SVB, и вы хотели бы видеть его почаще. А с вами были Юрий Хованский и Андрей Стрягуль. Всего вам доброго. До новых встреч. Да, а вот теперь ты мне не даешь говорить, да? Ну, прости. Это по-твоему вежливо, да? Вот, вот, вот... Когда ты видел вообще последний раз вежливого хохла? А-а-а-а! Тихо, класская шутка. Шик. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.